Оптимальная стоимость билетов в Турцию в начале августа с отправлением из Москвы начинается от 8,1 тысячи рублей. Специалисты портала toyordom.ru проанализировали предложения рынка и назвали самые выгодные из них. Так, билет Москва-Анталья с вылетом в субботу, 7 августа, можно приобрести за 8,1 тысячи рублей, авиакомпания «Победа» за тариф с багажом, до 10 килограммов, придется доплатить еще 2,5 тысячи рублей. Тем не менее, в среду, 11 августа, цена на перелет снижается до 5,9 тысячи рублей с человека. Эксперты напомнили, что бронирование билетов в конце июня, когда возобновилось авиасообщение между Россией и Турцией, обходилось существенно дороже. Так, уральские авиалинии предлагали перелет Москва-Анталья и обратно с 3 по 10 июля за 19 тысяч рублей, «Победа» за 21,7 тысяч рублей. Сейчас же стоимость такого маршрута с 11 по 18 августа начинается от 12,2 тысяч рублей, доплата за багаж составляет 3,4 тысяч рублей. Самый бюджетный перелет из Санкт-Петербурга в Анталью предлагает авиакомпания AZ-URAIR. Возвратный билет с 11 по 18 августа можно купить за 19,3 тысяч рублей, провоз багажа включен в стоимость. При этом в июле аналогичный перелет стоил на 10 тысяч дороже. Специалисты объяснили снижение цен тем фактом, что в июне-июле большинство туристов поехало в Турцию по отмененным в 2020-2021 годах путевкам. Сейчас же доля таких путешественников снизилась и стоимость перелетов стабилизировалась. Ранее в августе депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал россиян не ездить отдыхать в поддерживающую Украину Турцию. Политик отметил, что, отдыхая в Турции, российские туристы поднимают экономику этой страны и вкладывают деньги в военно-промышленный комплекс. Бывший глава Роспотребнадзора заявил, что республика продает оружие Украине, которое грозится расстреливать беспилотниками Донбасс. Если видео было вам полезным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...